Как обычно, давайте начнем. Небольшая лекция, ступить много будет, что вы уже знаете, что вы уже слышали, но, может быть, что-нибудь из себя подчеркнете, тоже очень важно. То есть, поскольку у нас сегодня не самые мощные автомобили, траектория будет, соответственно, для не самых мощных автомобилей, потому что здесь разительно отличается траектория быстрых тачек и небыстрых. Вот, то есть, здесь, ну, собственно, как любой небыстрый автомобиль, главное, самое главное, занести как можно больше скорости, как можно больше скорости вынести из поворота, вот, ее не потерять. Поэтому здесь очень важный момент, ну, торможение, понятное дело, позднее, мы его еще будем в точку подбирать, где-то около 50 оно будет. Здесь мы заезжаем на трейлбрейкинге, то есть мы поворачиваем руль. Все знакомы, что такое трейлбрейкинг, да, еще раз. Да, да, еще раз, как бы, вот, я сейчас проговорю. Трейлбрейкинг – это искусство отпускания тормоза в повороте. То есть, когда мы нажимаем, нагружаем переднюю ось, вот, потихонечку начинаем поворачивать руль и отпускаем тормоз. Чем больше руля повернуло, и тем меньше тормоза нажаты. Таким образом, если мы, допустим, вот, нажмем, будем держать и повернем руль, мы пройдем по прямой, потому что морда слишком сильно перегружена, вот, и передние колеса просто не в состоянии зацепиться при таком торможении, и она проезжает мимо. Поэтому мы должны найти то положение, при котором она поворачивает. Плюс тот вес, который мы перенесли на передние колеса, вот, правильно воздействует на переднее колесо, максимально эффективно. Вот, и мы заезжаем на этом переднем колесе. Но, здесь очень важный момент. Заезжать на тормозе можно сколько угодно, так, в поворот, и, в принципе, в апрексе мы можем остановиться даже. Вот, здесь надо понять, когда нужно отпустить и дотормозить рулевым колесом. Отпустить тормоз и дотормозить рулевым колесом. Таким образом, вот эти последние километры в час ценные для нас. Вот, то есть вымерить не педалью тормоза, что является грубой работой, а вымерить именно рулевым колесом, обтормозившись от передней колеса. Чуть-чуть дотормозить мордой. Вот, то есть для этого нужен и для трейлбрейкинга, и для того, что я сейчас сказал, нужен перебор по скорости. Перебор по скорости – очень важная вещь, которой многие не пользуются. Потому что оттормаживают, почти останавливают здесь, максимально рано пытаются нажать на газ и въехать. Многие, кто так делают. Мы должны занести туда столько скорости, чтобы захотелось нажать на газ после апекса. Очень важно. А если избытка, мы разберемся. Мы разберемся, послушаем, насколько много и так далее. Везде есть баланс. Везде есть баланс, и с ним очень легко бороться. Вот, то есть все это, естественно, подстраивается под автомобиль, индивидуально под каждое. Но концепция не меняется. Она всегда остается единой, просто как бы вот эти точки чуть-чуть плавают, и все. Вот, то есть наша задача в основном везде, редко, когда я видел что-то иное, только здесь мы можем на маломощных машинах нажимать на газ. Только здесь. Вот до этого момента мы должны придумать все возможное, чтобы долететь до сюда. Долететь. Потому что мы должны нажать на газ, тогда машина уже развернута куда-то в понятное место за поворот. То есть, условно говоря, из крайности в крайность, да? На мощной машине, на мощной машине мы должны нажать на газ. Допустим, у нас здесь GTA 3 Red Sport. Вот, то есть мы должны развернуть ее сюда и здесь нажать на газ. Потому что иначе то, что мы нажмем здесь, на такой руле, у нас перейдет просто в тупой занос. Мы должны выпрямить, условно говоря, руль, чтобы, вот, когда у нас машина быстрее всего разгоняется, кому в пол нажимаем газ, да, все очень просто. Надо организовать себе как можно раньше возможность нажать на газ в пол. Потому что вот эти вот пол газа, слегка газа, чуть-чуть газа, добавить шума себе в уши, это все самообман и полный анализм. То есть это мы никуда не едем, мы просто себя утешаем тем, что мы уже здесь нажимаем на газ, чтобы потом ребятам рассказать нам. Вот, это все ранье самому себе, самое страшное. Вот, и поэтому здесь мы на мощных машинах, мы открываем косву и сюда, на маломощных машинах мы имеем такую возможность, чтобы начать открывать плавник, подхватывать ее газом. Уже здесь, то есть на заднем приводе автомобиля. Здесь, ну, как бы на грани того, чтобы сорвало заднюю ось, На переднем приводе мы нажимаем ногу так же плавно, чтобы она затянулась туда, чтобы сработала. Блокировка же есть, да? Да. Чтобы блокировочка сцепилась под нажатие ноги, чтобы нас решило затаскивать в поворот. То есть мы аккуратно ее подготавливаем к этому. Ну, на это мы тратим метра два-три, то есть не более. Давай по очень интересной глядя, как ездят во все участники чемпионатов. Многие делают, ну, есть часть трилотов, которые делают, практически два аффекса здесь, есть, которые делают один. А вот. Вот вопрос. Слушай, тут надо смотреть по телеметрии, но мне ближе всего. Вот точно, вот для MX-5 абсолютно точно вот здесь. Да? Сто процентов. Меньше расстояние. Вот то расстояние, которое выписываешь тут, просто потом смотришь по телеметрии. Да, ты сделай вот эту дугу, скорее всего там добьешься два км в час выигрыш. Три. Вот. Но то, сколько выиграешь здесь лишнего расстояния, это просто уничтожение. Рейс Лоджик есть, поэтому сегодня проверим. Вот, да. Вот. Плюс, ты же здесь раньше колеса не распрямляешь. Ты едешь все равно в какой-то дуге. То ощущение у тебя намного больше, потому что вроде ход. Вот, но ты распрямляешь руль, ты едешь по большой дуге, ты распрямишь руль вот здесь. Ну да, а что вот в районе Белым. Да, и то есть здесь она поедет, у тебя максимальный двигатель маломощный, поэтому только здесь она такая поедет, раскроется. Но полный газ уже там. Понятное дело, но у тебя есть вот это положение руля. И она в него тормозит. Она не может. Чем больше мы едем с прямым рулемом. Конечно. Только на прямых колесах. То есть все траектории, вот это строго, да, вот многие там начинают здесь плавно петлять. Здесь надо поставить машину прямо, да, и... Когда ты видишь, на маломощной машине это особенно важно. Это прям детали, потому что для тебя, допустим, на каком-нибудь там 500 сил машина, этот прямик, это просто стрельнуло, остановился. Вот, а здесь это уже вечность, это время, то есть ты едешь долго, за этот прямик может много что произойти. Вот, поэтому любое движение, это там десяточка, полдесяточки. И вот если вот насобирать вот тут так вот полдесяточки, десяточки, это может получиться и секундочка с круга. Понятно, что максимально меньше и незаметно для себя крутить с кругом. Да, вот, поэтому вот особенно на маломощных, это мне очень нравится ездить на маломощных машинах, потому что они учат очень многому деталям. Те детали, которые ты никогда в жизни не почувствуешь на мощной тачке. Ну, в мощной они тоже есть, просто их не ценишь, потому что, о, круто, развернул, бах, газ уже, тун-тун, а времени нет. Почему? А непонятно, вроде классно быстро едут, а толку никакого. Потому что куча грязи, а грязь лечит именно вот из данной маломощной тачки, которая прям вот максимально, там чуть руля повернул не так, чуть много его сделал, все, она умерла, встала и никуда не поехала. Вот, ты наказан. А если ты не сбрасываешь скорость, учишься каждый километр в час вытаскивать, работать с резиной, с колесом, вытаскивать из колеса максимум, вот тогда уже начинается настоящая работа. Это очень интересно. Мы, конечно, здесь кубок проводили в МАКС-5К, это, ну, прям очень интересно было. Ну, что, подходим к этому, да? Да. Вот, здесь, в принципе, маломощные машины могут тормозить даже чуть-чуть уже. Вот, но сегодня мы этого делать не будем, то есть, потому что вот эти эксперименты нам все сейчас много не дадут. Вот, то есть зачастую можно тормозить даже чуть-чуть уже. Вот, но нормальная классическая траектория есть практически для всех видов автомобилей. И здесь очень интересное место, да? То есть это один поворот, да? Мы не делим его на два поворота. Это хороший, стабильный один поворот, где мы тормозим жестко, где-то, ну, там, разберемся где-то, наверное, вот. А то это риски. Там, вот, где начинается этот помостик. Вот, тормозим оттуда и стараемся затянуть его тормозы в поворот. Здесь долго дотягиваем. Вот. И делим этот поворот на две части, в том, как говорят, вот, аэкватер. Вот, на ту, отпускаем, отпускаем, трейлбрейкинг, отпускаем. Вот, в этом месте, поскольку этот поворот длинный, мы отпускаем раньше тормоза, раньше тормоза, и мы сюда доскальзываем дольше. То есть возможности открыть газ мы здесь пока не имеем, потому что мы не видим выхода из поворота. Мы должны стелить на него, на него. И вот здесь, как только она начинает сюда разворачиваться, мы начинаем прихватывать ее. То есть у нас есть, вот, если остановимся, до поребрика мы где-то за три метра отпускаем тормоз и досюда мы должны докатить. Не просто докатить, да, но докатить там можно слегка, а мы должны залететь сюда и досюда не хотеть нажимать на газ, потому что она еще подскальзывается. Она еще на нагруженной морде подскальзывается и дотормаживает морды. То есть есть элемент сноса, сразу разберем, есть два момента. Есть снос, есть занос. Снос скольжения передней оси, занос скольжения задней оси. Вот, снос это явление неуправляемое. Занос есть управляемое. Мы можем там иногда дорулить задницу там в каких-то моментах, еще что-то. Но когда у нас есть снос, у нас никогда не будет занос. Пока у нас скользит морда, жопа не заскользит, даже если мы дернем ручник. Как только морда зацепилась, все, у нас жопа готова пойти в занос сразу. Вот, это очень важно. Стой, секунду, можно это? У нас получается, ну, здесь есть две траектории тоже, если посмотреть, как разные машины по-разному ездят. Можно сделать симметричную траекторию, сделать два апекса. Кто-то заезжает сюда глубже и начинает раньше разгон. В редких случаях здесь работает второй вариант. Много было проэкспериментировано. Вот, здесь, во-первых, всегда был пожеванный асфальт, вот, в этой части. Вот, то есть, если уезжать туда дальше, там мало кто ездит. Ну, реально мало. То есть, популярная траектория у начинающих, у всех, у основной массы, они ездят здесь. В случае с мощными машинами, можно пробовать чуть дальше отъезжать. Но, надо умудриться найти какой-то такой компромисс, чтобы держака хватило, чтобы ее здесь развернуть. Не всегда здесь хватает держака. И для маломощных машин, это узкая траектория. Задача, как можно быстрее развернуть и уехать отсюда, покинуться с меньшими потерями. Если мы будем размазывать вот это все, это у нас вылезет. Меньше расстояние проезжать. Да, да, все верно. Вот, меньше и максимально эффективнее проезжать это расстояние. Отсюда мы начинаем поджимать газ, поджимать. Если резко нажмем, здесь все-таки у нас повернутые колеса. Там, где у нас повернутые, с уважением относимся к данной ситуации. Потому что, если мы нажмем резко, у нас, естественно, как бы ее занесет. Не нажать, докатиться до туда мы не можем, потому что поворот реально длинный. И уже вот здесь вот кончится запас того хода, который, допустим, ну, естественно, логический вопрос. А если больше хода? Больше хода заканчивается там. Вот, то есть стабильный всегда. Кстати, отсюда мы начинаем поджимать газ. Вот, на и переднем приводе, на заднем приводе, неважно. Вот, то есть поджимаем газ и целимся на выход. Вот здесь уже надо попробовать выдавить в пол. Но здесь очень важный момент, который отрабатывается рулем. Здесь есть съезд. На этом съезде заднеприводное авто делает вот так. Вот, переднеприводное авто делает вот так. Так зачем в это положение себя вводить? Если можно, обыграть это все рулем и чуть распрямить. Вот здесь руль, вот, съездок и туда повернуть. Потому что занос и скольжение, особенно на маломощном автомобиле, это всегда проблема. Потому что, что мы получим, если здесь будет небольшой занос? Ну, ладно, окей. Суммарно до того поворота мы потеряем где-то десятки-две. Ну, как бы не страшно. Но давайте сразу представим себе, да, не тайм-атакеры, мы кольцевики, да. У нас сзади едут пять соперников в одинаковом темпе. Два, как минимум, с проигрышем в две десятые нам залезут там на торможение. Вот, то есть это вот настолько кончается, да, плохо. Вот, следовательно, здесь лучше такие моменты обыграть. Не будет занос, не будет скольжения. Мы намного легче на маленьком моторочке поднимемся в эту гору. А прямик здесь, как бы, ну, долгий, долгий. Вот, следовательно, обыгрываем это место. Как только она поднялась отсюда, мы чуть-чуть поворачиваем руль. Этого вполне хватает, и спокойно вот распрямляем ее не душем, распрямляем ее вот до поребрика. Иногда бывает настолько много скорости заносит, что она заезжает из-за поребрик. Никогда не боимся заезжать из-за поребрик. Мы заезжаем, заезжаем. Здесь у нас почти прямой руль. Не спешим никогда уезжать, потому что это популярная ошибка. Я не хочу сюда. Вот, то есть у нас машина тухнет в этом месте. Выехали, мы с этим смирились, ну, ладно, окей. Вот, спокойно начинаем выезжать. Надо, чтобы до газончика успеть. До газончика успеть по прямой линии. Вот, то есть, да, возможно, в этом будет некая потеря скорости здесь на поребрике, да. Но это вообще ничего страшного, потому что мы столько скорости оттуда вынесем, что, скорее всего, это будет у нас рабочее место. В этом нет ничего страшного. Но в идеале упереться бы в эту часть, да? В идеале. Не всегда идеал срабатывает, да. То есть, даже если не уперлись, главное не терять скорость, не пытаться отсюда, скорее, вырулить. Вот, то есть, этих моментов не боимся. Во-первых, это опасная ситуация. Вообще, в целом, когда у нас одно колесо попадает за пределы трассы, не спешим оттуда выезжать. Потому что это всегда, допустим, даже если бы здесь была трава, да, то есть, бывает такое бывает отрава, то есть, оттуда, скорее, выехать. Из-за этого очень много аварий, потому что выруливаешь туда, нет держака, нет держака, нет держака, можно первое искать держак, но поостается там. И у нас получается вот. В этом движении мы бегачим через правду. То есть, ну, в случае, то есть, вот, это ошибка от потери по времени, потому что мы еще, как бы, заходимся дольше в повороте, чем надо, до плохих. Торможение обычно на такие качества нету, где есть. Здесь можно так убедиться. Все зависит от держака, кондиции асфальта, короче, это все подбирается. В общем, торможение, это эксперимент с торможением, в самой последней очереди, в самой последней. Вот, главное, надо добиться именно правильных входов. Здесь ситуация на маломощных машинах абсолютно похожая на ситуацию в первом повороте. Это микро-первый поворот. Вот, то есть, задача, естественно, как бы, тормозим здесь, едем на ядер, на тормозе, здесь начинаем уже отпускать, 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 поворачивать руль. Не забывайте, у нас есть тот момент, когда мы чуть заранее поворачиваем руль, потому что за счет большого входа она не сразу на него среагирует. Вот, то есть, в какой-то определенной точке, где вот отсюда мы всегда поворачиваем руль, нет. Но задача, даже вот без руля, просто вот уже по этой траектории попадать вот сюда. Здесь мы отпускаем тормоз. Все, погрузанули ее, она готова сюда ехать, и все нагрузится. И здесь очень важно заехать за вот эту красную лисичку. Вот, за нее. Ну, короче, это бы поздний тип АПЕКС сделал, да? Да, за него, за него. То есть, но он очень забавный, поскольку здесь АПЕКС ранний. Мы должны за вот этот ранний АПЕКС, как бы, попозже заехать. То есть, в этом гламурчике есть небольшой. Вот, плюс там сумасшедший держак из-за того, что здесь есть профиль, бенкинг. Вот, то есть, мы залетаем сюда, пораньше отпускаем тормоз, потому что он нам всегда не нужен, потому что здесь есть бенкинг, есть обо что упереться. Вот, и дальше мы просто проносим ход за счет того, что у нас просто повернуты колеса, там главное сюда залететь. И вот где-то здесь у нас только нажимается газ. Когда мы попали, наконец, красной сиськи будет сюда, где уже поворот нас официально распрямляет туда. Все, у нас здесь распрямляется руль. Как только распрямился руль, мы готовы нажимать. Вот сюда. Это главный ориентир. То есть, у нас машина должна быть здесь после красного вот этого поребрика уже развернута, а не еще куда-то ехать. И если мы как бы она не доразвернута, то будет мы поедем по широкому радиусу, а это катастрофический провал. То есть, здесь вот нас очень быстро догонят ребята, которые смогли там остановиться, а все будет раньше открыть. Ну, с этим поребриком та же история, как и там, на выходе. Абсолютно, да. Здесь по-разному бывает. Но здесь, а там это зачастую происходит, здесь довольно-таки редко, то есть, ну, на маломощных тачках редко когда до сюда доезжают. Ну, вот, обычно хватает там держака и упор, даже с ранним нажатие на газ и большая ошибка. Ну что, где-то отсюда, да? Ну, где-то, да, вот тут даже, вот, да. Где-то там. Отсюда, здесь одной стороной режем через поребрики, всегда. Здесь задача, чтобы максимально комфортный этот пород был, вот, то есть, одно колесо, а даже иногда по поребрике. Нет, давай разделим понятие, поребрик, это у нас бело-синее, а полицейские лежачие, это у нас поперечные. Да. Ну, у нас по регламенту надо обязательно, чтобы колеса за белой были, хотя бы два, то есть, мы тут сильно не садим из-за этого, но все равно, ну, здесь прямой ехать, да, ну, надо разгрузить, а там, ну, легко разгружается, нет, ну, кто-то не умеет, здесь даже, здесь она легко пролетает, вот, то есть, сколько, вот, ездили, получается, она попадает сюда, бум, нагруженная, и приземляется где-то тут так, ну, слегка по нему, то есть, нет удара, от коротки тоже зависит, если ехать медленно, то амортизаторы не будут страдать. Да, конечно, не, 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 это понятно, то, что будут страдать. Сейчас мы спустимся вниз, и там будут страдать не то амортизаторы, а диски, и вообще все, по черту, наши колеса. Не, ну, первое, вот там поребрик. Вот ехать неправильно, но там место, где можно навозить полторы секунды, полторы секунды всего, вообще, вот, что ездит. Ну, вот здесь страшный поребрик, вот, если его чуть глубже засадить, то кабсда диском. Оба нельзя трогать. Не, ну, цеплять можно, наверное, сам чуть-чуть. Ну, на него же мы будем левыми колесами наезжать. Ну, я его не трогаю обычно. Да? А зачем? Потому что там ты сильно держишь. Ну, во-первых, там я сильно режу, а здесь, понимаешь, там ты едешь на еще не очень большой скорости. Да, скорость действительно там, ну, неплохая. Вот. Но относительно того, что происходит здесь, вот, там скорость еще не такая высокая, а здесь максимально ответственное место. У нас скоро идет торможение. К тому, чтобы нормально затормозить, нам нужно подготовить автомобиль, чтобы он был правильно и нормально развешан, без никаких приключений. Чтобы первый удар по тормозу, а мы же стараемся сокращать все время торможение, мы же жадные, все такие, ух. Вот. Мы должны подготовить машину, чтобы тот удар по тормозу, грубый, первый удар, был проведен на максимально готовой машине, чтобы не получить от нее какой-то там непонятной реакции, там, или не вовремя сработавшего АБС, потому что она у нас еще была как-то непонятно куда-то направлена, что-то там поднялось от удара. Вот. И она вдруг решила включить АБС, который нас просто взял, подставил, да, и увез куда-то к траве. Говорю, ну что такое, мы на это не рассчитывали, а он так с нами поступил. Поэтому подготовить машину надо. Вот. То есть, поэтому я лучше там срежу, зато здесь не буду трогать вот этого парня. Вот. И там заторможить, естественно, не трогая тот поребрик. Прямо рядом с ним. Вот. И прям по прямой. Не за него, по прямой. Пух, туда прям. В следующий случай это здесь. Без всяких выделываний. Вот. Тем более у нас машина как бы здесь. Именно здесь будет осуществляться торможение. Именно здесь. Точка. Поэтому в этот момент взлетим тут и попробуем нажать на то. Отпрыгиваем. Да. Вот так вот. Здесь мы уже начинаем готовить себе поворот. Уже потихонечку натягиваем руль. Отпускаем тормоз. Вот. Едем на отпускание тормоза. Вот здесь мы отпускаем тормоз. Но должно создаться ощущение, что мы еще летим. То есть, мы не попадаем в поворот. Вот здесь должно мучить нас ощущение. И здесь приходит на помощь рельеф. А рельеф у нас своеобразный. То есть, здесь у нас машина падает вниз. Мы такие, мы не попадаем. Нет. Тут мы наезжаем сюда. И вот в этом месте. Вау. Она нас накручает. И все у нас начинает сразу складываться. Мы чуть расправляем руль и нажимаем на газ. Все. Ну вот это я не могу исполнить. Надо. Надо вот додавить. Не, я или в бетоне, или не попадаю. Да, так. Ну, нужно сказать все вот в середину. Вот это у меня пока. Я вот тоже смотрел записи твои. Ты все время стараешься, ну, на машинах, которые попроще, туда не доезжать. Ты все-таки стараешься где-то посерединке поехать. На мощных машинах понятно, что тебя выносят. А почему не можем на маломощной машине, чувствуя зацеп, доехать до белой линии, сохранить скорость и поехать? А, нет смысла. Ты слишком долго не сможешь нормально нажать на газ. Слишком долго. Ну, там же потом особо не надо. И сразу газ, 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 и по малому расстоянию туда. Куда ты хочешь реализовать ту скорость, которую ты здесь оставишь, и куда ты ее вывесишь? Я голосую здесь за меньшее расстояние. Скорость была бы актуальной, если бы дальше был примит там 500 метров. Хорошо, смотри. Если мы едем здесь и здесь, соответственно, мы можем себе позволить там разную скорость. Ну, в апексе имею в виду, да? Если мы хотим здесь ехать, значит, мы там должны сделать меньше скорость. Если мы хотим ехать здесь, значит, там мы можем себе позволить больше скорости. Больше скорости, да, но ты ее не сохранишь. Не получится ее сохранить. Ну, тебе все время придется доехать до пункта, чтобы ее развернуть. Вот. И ты газ нажмешь, допустим, в полную мощь вот здесь, а я газ нажму там. Потому что я уже ее разверну, и что мы там теряемся? Скорее, пам-пам-пам, уехали. Ну, то есть ты на входе, если сравнить, да, ты можешь позже торможение себе позволить. Окей, хорошо, вращается. Ты тормозишь позже. Я такой, ууу, нифига себе. Вот. Заходим в поворот. Ты такой, оп, проезжаешь мимо. Окей, ну, то есть едешь наружу. Ты до сих пор от меня отъезжаешь. Я уже уронился, использовал вот то место, оно мне развернуло. Тебя оно не сильно развернет, потому что ты ухоу, и дальше, дальше по прямой. Оно мне все-таки довернет, и я уже открою газ. Пока ты будешь там ее разворачивать, там, пытаться отрулиться от этого места, там, даже будешь нажимать на газ, а будет у тебя все, вауу, вот так вот делать колесами, вот ты ее развернешь, и у меня уже набирается скорость. Ну, соответственно, у нас здесь по-любому будет вторая передача. Да. А вот в той точке я буду медленней. Ну, что будет в этой точке? Да, здесь не спешим, естественно, падать. Вот здесь едем вот тут. А если чуть шире, ну, здесь не принципиально, наверное, да? Ну, не принципиально, но я все время... Ну, мне чуть комфортнее потом заходить вот туда, если я чуть шире, мне легче потом прижаться. Нет, я согласен, то есть в этом плане я не спорю, но вот когда речь идет о массовом, а массовом даже никто не влез, а очень хорошо видно, когда человек едет чуть снаружи, а ты чуть уже, меньше расстояния проезжаешь, да, просто подъезжаешь, да, это понятно. И тебе просто становится печально, блин, ну ты просто дальше мне расстояние, ну хватит. Вот, и вот потихонечку приезжаем, здесь все понятно по цветам, по цветам, по ребрикам, здесь все ясно. Вот если шире, я иду полным газом все это, если я заезжаю здесь, не могу. Обязательно, вот в этом ты заблуждение, не обязательно мучить полный газ, когда можно, допустим, чуть посбросить, развернуть и опять открыть. Вот это заблуждение очень у многих, что, блин, я тут еду в полный газ. Ну, хорошо, а как ты едешь в полный газ? Когда у тебя шуршат все колеса, она вся перегружена, такая, и делает вот такая, умирает там на передних колесах скользить. Короче, лучше промычать, а остаться внутри, уже здесь вот. Да, да, вот. Ну, порезать по ребрик немножко. Надо здесь по меньшему расстоянию, я люблю здесь разогнаться, чуть пересбросить и открыть. То есть, как это обычно происходит в этом месте? Методом изучения, да, то есть, каждого автомобиля. То есть, мы разгоняемся там, вот, вот, в пол едем, пока не произойдет что-нибудь. Допустим, ну, задний привод, там, скольжение жопы, передний, скольжение морды, потому что он не удерживается, ему тяжело. Вот, следовательно, в этом месте мы едем до какой-то реакции в пол, пробуем довести. Стараемся как можно дольше довести, но чувствуем, начинает съезжать какая-то ось. Что мы должны сделать? В любом случае, вот это будет являться точкой, где мы подсбросимся. Являться точкой. То есть, на переднем приводе, то, должно довести и на заднем приводе до такого момента, когда, вот, мы едем-едем, вот, она начинает, начинает, и вот в этот момент подсброситься. То есть, сократить скольжение никакого быть не должно. Но мы-то знаем, что оно здесь будет, если мы не сбросим. Оно здесь будет, поэтому мы уже, как бы, на опережение этого всего должны сработать. Вот, чуть-чуть отпустить. Будет два понятия. Сброс и присброс. Или подсброс, там, короче. Вот сброс, это когда отпускаем газ и нажимаем газ. При сброс, это что-то такое в процентах измеряемое, там, не сбросить 10%, 50-40% газа. То есть, сыграть педалью газа, но остаться на газу, подгрузить, подгрузить, чуть-чуть. Вот, ну, естественно, здесь уже открытие, мы открываемся и едем. Вот, до сюда мы едем в пол. Вот, остаемся строго остаться здесь. Причем остаться таким образом, то есть, чтобы мы, вот, когда выехали оттуда, у нас не было вот этого захода сюда. Потому что заход, это игра вот эта вот, с подвеской, она себя окрует. Потому что мы сюда, ух-ху, заезжаем. Есть такой косяк. Раком боком, а если сюда заехать раком боком, у нас такой сектор гигантский превращается в молоко. Вообще, просто ужас. То есть, мы обсираем себе вот все, докуда мы видим вот это все. Вот, до следующего торможения. То есть, прям ужасно. Поэтому сюда надо выйти на прям бодром трейлбрейкинге, таком босыка. Здесь практически нет жесткого торможения, понятное дело. Вот, то есть, здесь, поскольку скорости у нас здесь мало, здесь маленькое притормаживание. В некоторых случаях, когда у нас хорошие, там, большие, там, хорошие колеса, вот, мы сюда можем залететь и с лёгким подсбросом. Зачастую данная жадность у нас работает на то, что мы залетаем сюда на лёгком подсбросе, пытаясь завести могучую скорость. Вот, не попадаем в следующий порой, потому что нас чуть сносят туда. Потом, естественно, не попадаем в следующий. А закон змейки, там, на выходе мы вообще без газа выезжаем. Когда там на выходе, надо простреливать так, чтобы в эту горку залететь, там, чтобы мама дорогая. Вот, поэтому сюда мы даже чётко отнеслись. И тормозы придумали, и тормоза придумали не трусы, не трусы, а очень умные, чёткие пацаны, которые хотели улучшить время круга. Вот, то есть, мы чуть притормаживаем, оно слушает, унижается, добавляем сюда держака. И уже, прям, сюда, когда она развернулась, такая, влёгенько, может быть, подскальзивая, мы начинаем поджимать газ, и вот в этом месте, в этом месте, даже чуть-чуть, чуть-чуть спестим, в этом месте, а должна заехать сюда. Ни в коем случае не вот так вот, как вот. Это не быстро. Это не быстро. Если резать четырьмя колёсами, как говорят, о, читеры, они резать четырьмя колёсами, это не быстро. Да, это чушь. Не, они режут как? Они режут левыми по ливнёвке. Правые. Ой, левыми по ливнёвке, а правые вот там. Насказывай. Мы едем, вот наш колёс, мы заезжаем сюда. У нас резко на этих колёсах пропадает держака. Но она скользит вся. Да, она начинает прыгать, ещё что-то, держака нет. Вроде бы тут она схватилась, ништяк. Ну тут опять есть держака. Опять нет держака. И куда? Куда мы? Ну тут только она схватает, но пока мы развернёмся, всё, мы не можем отстать. Нам тогда надо вот это срезать вообще по полной программе. И даже если и этот мы срежем, всё и там. Ну понятно. Мы, короче, едем левые колёса по белой линии. Да. Ну, нам-то нельзя, но где-то близко к белой линии, скажем так. Ну да-да-да. Нет, можно и по белой. За белой линии нельзя. А на белой линии нам и не надо. По белой линии это идеально. Потому что здесь белые линии такие хорошие. Они как бы... Нет такого, что на неё заезжаешь, она полностью такая залитая. И на ней скользко, потому что многие есть у трассы, где лучше не ездят по белой. Вот. Здесь она хорошая, поэтому мы здесь, естественно, цепляем вот эти места колёсами. Уезжающие полицейские, по ним мы всё-таки бахаем. Ну, здесь она настолько нагружена, даже не там, как вот в том месте, где мы срезали. Вот первое место, которое я показал. Здесь она разгружена максимально, поэтому мы можем коснуться, скорее всего, вот этого места, а этот лежачик даже не особо почувствует, потому что она уже на пореврике будет лететь. Не очень хочется машины, поэтому... Я бы себе всё-таки. Вот, но это максимально правильно, потому что дальше начинается вообще круто. Вот, то есть мы падаем сюда, остаёмся здесь. Остаёмся, нам хватает бежать, не только, чтобы остаться здесь. Едем на газу, на газу здесь лёгкий подсброс. Лёгенький, прям слегка подсброс. Подсброс, теперь вы знаете, что ты подсбросил. Вот, если здесь уже нагружается, мы подсбросаем в сторону, мы загружаем в эту. Ба! Газ! Падаем. И здесь газ в пол. Газ в пол уже всё. Вот как нажали, там газ в пол. Мы подготовили. Если нас выщут чуть туда, газа в пол не будет. А вот здесь, если мы останемся, очень важно здесь второй поворот, вход и выход. То, как мы попали и вышли из второго поворота, значит, насколько хорошо мы попали первый и насколько классно мы выйдем из третьего. Второй поворот здесь папа вообще. Вот. Но, естественно, как мы попали в первый, так и пойдёт себя змей. Но второй поворот, он прям вот экзаменатор наш. То есть он принимает, как бы, вход в первый и вход в третий. Вот. То есть мы едем здесь в пол уже. Куда справляем? Управляем сюда. Ну, задача, ну, естественно, рядом с покрышкой. Кто-то пилился в покрышку. Вот. Но здесь меньше всего режется поребрик. Меньше всего режется поребрик именно в этом фороне. Первый больше всего, второй тоже смачно, но меньше. Третий, поскольку ход будет сюда выше, и, естественно, у нас уже напряжение на подвеске будет ещё серьёзнее. Нам не имеет смысла. Здесь лучше, чище проехать, направить её таким образом, чтобы сыпануть этот поребрик и выйти к тому поребрику, распуская руль всё на газу и дальше нешироко распустив туда в гору, чтобы залететь. И она не умерла, не остановилась. Не остановилась. Здесь, возможно, будем чуть откручивать от него ещё, потому что мы только там... А многие закручивают. Не-не-не. Здесь я чуть откручиваю, чтобы сделать небольшой заход. Всё, как она у меня встала вот сюда. Здесь, поскольку нет третьего слоя асфальта, вот, здесь видно вот это разделение по полосам, поэтому легко объяснять. Вот нам надо в средний ряд выехать, да, и вот туда подняться. Вот. То есть распускаем до края среднего ряда, до среднего, до среднего, до среднего ряда. Вот, едем пока по прямому, и она начинает чуть закруглять. Не туда, к газону. Нет, нет. Вот, всё распускаем до сюда, и потихонечку всё это в пол. Вот. Едем туда. Без всяких тёрганных, движений, без скольжения здесь. Туда она должна, можно слегка подсказывать, с мордой, чтобы вот зайти, то есть без каких-то колебаний, и дерготни. Ну, потому что здесь ответственный момент, мы едем в гору. Мотора у нас нет. Мы едем в гору. Мы должны придумать что-нибудь такое, чтобы она, даже вот ей реально на выключенном двигатель на этой скорости просто залетела максимально дальше. Мы должны помочь им. Вот, именно рулём, вот, и тем, что мы умеем. Едем. Здесь классный ориентир. Мы едем в повороте, держимся это в порядке, пока не увидим горизонт вот этого паривника. То есть, всё, видим горизонт. То есть, дальше мы больше уже как бы особо не увидим. Вот. Едем просто по прямой. Вот, прямая. Расправляем руль. Ещё легче становится, если нужно набирать скорость. Это самый непонятный поворот трассы, очень интересный в России. Да, да. Вот. Год, наверное, потребовалось, целый сезон, для того, чтобы изучить, как тут ехать, на каких машинах. Может, даже больше, если не соврать. То есть, действительно, очень много приложено и Рейс Лоджиков, и АИМОХ, можно разобраться, что здесь вообще это делать-то. Казалось, всё просто сказать. Здесь нельзя допустить мощного торможения. Нет мощного торможения. Здесь, поскольку у нас торможение смятос по-русски, если будем тормозить и уезжать туда, это ошибка. Вот здесь надо тормозить чуть-чуть вот сюда всё время. Мне, наоборот, хочется широко потом сломать. Плохо, потому что захочется рано нажать на газ, а нажать некуда. Вот здесь иногда можно ехать медленно, такой, блин, какое-то уныние, я внутри еду, медленно, полный отстой. А по времени бах, лучше. Ну, наверное, я там улучшился, сюда, ну, очень, здесь вообще жопа была. Вот здесь вот как раз-таки именно такие эмоции всех мучили. И, кстати, несильно испортился с моего времени асфальт. Вот такой угоник. Вот здесь слушают. действительно, лучше оставить людей, вот не выезжают на вот эти вот там, ехать, не выезжать. Подходим к самому интересному. Не, ну, у меня много интересных, то есть много интересных мест. Вот здесь что на мощных машинах, что не на мощных. А, не, это вру. Здесь не на мощных машинах. Мы едем прямо. На мощных машинах от полтинника то есть мы разворачиваем и тормозим туда. Прямо диагонально. И дальше задача на мощной машине долететь до песка, развернуть ее и оттуда нажать на газ и стремиться ее. Это на мощных рестайл в обратную сторону. вот здесь мы едем прямо все как бы у нас здорово. Уезжаем полтинник пока не думают про торможение. Для того, чтобы ничего мы роняем определенную массу мы не вот так тормозим. Ну, понятно. Мы роняем определенную массу, чтобы ее плавно втереть поворот. Плавно. здесь вообще любой резкое движение здесь у нас превратилось в то, что он нас поставит боком, начнется какая-то хрень. Пока мы будем с этим бороться и чувствовать себя героями, как только мы выйдем из этой ситуации, мы почувствуем себя неудачненько, потому что мы просрали всю скорость еще до поворота и нам еще ехать в гурку и там еще целый премик это очень долгое время для того, чтобы просто понимать насколько мы просто просираем, едем и просираем все. То есть до первого торможения это все будет происходить и это слишком долго. Вот до сюда мы ее грузили и поворачивали и здесь очень плавно все отпускаем, катим, катим, катим на морде вот и плавно переходим в газ. С такой техникой я смену передачу мы в плетях которые мы облетели ну вот в зависимости от коробки надо просто послушать иногда бывает то, что мы залетели туда на тормозе начнет успокаиваться опустевая под свою передачу как раз, когда она успокоилась не в самую не в самую подгрузку когда мы туда напрягли потому что отпускать цепление вообще приведет потому что она в морду уплез и жопу закипит это нам точно не вот тут она как на МОТ-5 была там трет не стал как в любине да когда она все утряслась я чувствую она как бы и на четвертой готова дальше там начинается подъем она и на четвертой она никуда да и на третью вот все уже едут в белую линию он и на четвертой позже чем маша попарет так потому что мы не должны обровняться в лесах и она и так напряжена Ну, да, напряжена, вот, ну, если мы обрубили. И еще у нас, ну, вот эта часть, она еще одна, как бы. Поэтому лучше, чтобы не подъехать, ну, где-то отсюда, то есть реально долго, скорость, прям вот максимум скорости. И туда же, вот видишь, вот там сломанная часть идет, рельефная. Там-то можем открываться. Да, да, ну, открываться мы уже должны давно здесь. Так, еще раз, Сергей, значит, вот отсюда мы постараемся такой более прямой руль держать и сильно не тянуть ее сюда. Сильно не падает, пока не падает, нет смысла. Здесь, я больше скажу, нет какой-то четкости, что обязательно, вот 3 сантиметра. Ну, понятно, ну, короче, шире, просто шире. Как-нибудь попасть сюда, как-нибудь занести скорость, чтобы как-нибудь остаться вот тут. Как мы это сделаем, мы посмотрим, вот, как лучше это делать. Вообще, каждый круг это по-разному происходит, потому что, ну, невозможно, да, то есть машина, она там кочку не там словили, еще что-то, что-то с ней постоянно происходит, то есть как-то надо сюда залететь, чтобы что-то получилось. Но вот выход – это четкая тема должна быть. То есть мы должны отсюда уже направить туда автомобиль, вот, чтобы вот здесь уже нажатый газ, чтобы мы правильно попали в этот желт, правильно вышли туда, потому что то, куда будут направлены наши колеса, сколько руля будет повернуто, и будет зависеть скорость на подъеме и выход напрямик, очень важный момент, выход напрямик, потому что нам, если вдруг что, проигрывать целую прямую. И ничего мы не можем исправить, ничего. не прыгнуть, не дергаться в салоне, ничего не выручать, чтобы она хоть как-то поехала. Ни как в показном карте. Да, никак. Вот, то есть отсюда мы начинаем палить, и вот, где трактор стоит, начинается основной изломка. Здесь мы должны поставить, чтобы здесь не палить. И мелкая машинка здесь останавливается. Да. Ну, по телеметрии педаль в полу, и никуда не едем. Никуда не едем. Вот, Серега, расскажи, пожалуйста, что понятно, что мощные машины, которые их, самих по себе, выносят наружу. И тут, хочешь, не хочешь. Мазали, маломочки не приезжают. Да, да. То есть маломощные машины, не обязательно раскрываться до белой линии, потому что мы, опять же таки, будем проезжать лишнее расстояние. Правильно? Не, ну, чтобы ей легче выехать было, как можно ее чуть-чуть отправить. Обязательно, главное, чтобы не было на выходе ощущение такое, что ты, как бы... Ну, понятно, конечно. Душишь ее. Да, то есть лучше чуть-чуть распустить по себе сюда, вот выйти на конец поребрика. Вот на конец поребрика вот сюда, у мощных машин, то есть вот цель, цель, вот я себя безопасно начинаю ощущать, когда ты в пол-то нажимаешь вот там, от белой блевотины вон той. Вот, то есть в пол нажал, вот это все выход, здесь у тебя начинается легкое скольжение. Я вот себя хорошо ощущаю, когда она вот сюда выходит. Даже если я куда-то промажу и срежу вот там вот по газону часть, я не в стену еду. То есть у меня вектор развернут. А когда она начинает скользить вот сюда, вот там вот нафиг вот это вообще, конечно. Ну, это классный поворот, это класс. Особенно, когда здесь вот стена проходила и еще не было вот этого. Блин, это сюда вот реально на мужика прям. Есть на ГТ-2 жопа, я здесь еще не был, бетон вот этот. Вот я выехал за это и просто стену обдал, как бы не сбрасывая газом, это вот гардрейл страшный. Сразу вопрос, если я на ГТ-2 на ГТ-7. Трассу проектировал, принимал участие в проектировании Тильки, как он мог бы купить такую? А, я не знаю, Тильки, ты вообще знаешь, он такую трассу проектировал? Где она находится? Он был здесь, какой трасс-то? Мне кажется, он у себя в конторе там нарисовал. Какой-то так, да? Такой Смоленский. What is that shit? Вот, и все, и как бы отправил сюда.